всем привет дорогие друзья продолжая свою экспансию фиг gts или from gold source to source я не объяснил как портировать модели ну как раз таки видео формате сегодня мы об этом поговорим то есть как портировать модель с gold source на source это довольно таки простой процесс который может овладеть каждый абсолютно здесь ума абсолютно не нужно так что я думаю каждый с этим справится нужны только определенные знания и конечно же навыки что ж давайте начнем с чего начинать портирование прежде всего вам необходимо знать что вы хотите перенести в моем случае это модели из модификации pre mistake или mistake минус 1 какие модели я буду переносить я буду переносить модели фласка также модели кулки с лампа мган папир и модели собор копируем их создаем новую директорию и вставляем туда эти соответственно файлы то есть что это такое фласка эта бутылка кулки с это ключ лампа но вы уже поняли это лампочка мган то есть это оружие из паранойи пулемет папир это бумага забор ну это соответственно зомби однако что я подразумеваю под моделью я не буду создавать рэгдолл так как это относится к совершенно другому процессу данном случае я переносу лишь его референс то есть данном случае просто его анимации то есть он на не будет ну то есть это просто сущность да это проб который имеет свои секвенции дату и данном случае это и долго ну что такое в общем вот как вы видите это простая такая модель персонажа то есть что нужно для того чтобы все это перенести вам нужен декомпилятор модели есть довольно таки недавно один из российских разработчиков выпустил gts конвертер который также об скейли текстуры то есть такой интересный декомпилятор я рекомендую всем ознакомиться кому интересна эта тематика но я больше буду так сказать использовать более старые программы то есть данном случае это кровь бур хотя ну это своеобразный так сказать декомпилятор вот ну гуи для декомпилятор данный декомпилятор на самом деле смотрите сами то есть декомпилировать half-life 1 модели рекомендую все таки другим декомпилятор то есть не использовать кровь борт так как например модели персонажа он может просто но не декомпилировать или сделать это тактие то есть при компиляции возникнут проблемы давайте попробуем модель также также я сразу вам скажу выбирайте folder for each model то есть что это значит чтобы каждая модель декомпилировать ну декомпиливалась в отдельной папке почему это нужно делать потому что body группы могут смешаться да есть вероятность что у них название одинаковое и референсы просто смешаются и модель просто вот эти все модели они могут испортиться сразу да то есть такое обычно происходит если вы пачку и модели например из паранойи вы портируете пачку модели из cry fear то есть это зависимости от того сколько модели вы портируете если одну это не обязательно включать но тем не менее я все равно рекомендую объясню далее почему давайте нажимаем декомпили также сразу скажу для декомпиляции настройте crowbar то есть вам обязательно нужно иметь скачанный half-life 1 half-life sdk конкретно если говорить модели декомпилировались теперь что делать я объясняю рекомендую вам скачать notepad++ для взаимодействия с такими файлами то есть qc файлами почему именно notepad++ имеет функции очень полезные конкретно быстро если вам нужно что-то какую-нибудь строку убрать это довольно таки хороший инструмент конкретно какие строки нам нужно удалить удалить строки которые совершенно не будут работать в сурсе это сидит текстур они будут вызывать проблемы при компиляции поэтому мы их сразу удаляем clip to textures это тоже удаляем теперь теперь важное замечание а в что делать с флаг да например флакс 0 это тоже старая команда но мы ее не просто удаляем мы заменяем ее заменяем cd materials и теперь пишем модульс модульс даже здесь ваше имя модели поставлю здесь две палочки даем чтобы как бы директория была то есть что здесь мой модульс это просто папка материалов а в данном случае середине будет имя модели вот то есть каждому файле надо будет вручную все это поменять опять же давайте то закрываем сейчас заново все откроем все теперь у нас все поменялось эта модель теперь будет компилироваться любая из этих моделей также сразу скажу коллизию я не буду прописывать данным моделям то есть я их декомпе то есть компилирую без без коллизии если вы хотите коллизию получить то есть пишите коллизии модульс вот то есть и земли спустя коллизия модуль имя body группа далее палочку вставляете ну автомат спешите автомат ну вот так есть я вроде и далее просто уже все это закрываете все коллизия модель зи должен быть прописан вводе групп в кавычках лампа 2 smd то есть под студию подразумевается в любом случае smd файл имейте это виду то есть базе группа body до телом это в любом случае smd файл вот можно сказать все без него ну сами смотрите хорошо с коллизией разобрались теперь сиди материал с каждым у каждой модели своими в данном случае рекомендую всем чтобы не смешались материалы и модели использовать то есть отдельное имя для каждой модели то есть матери у каждой модели свои материалы я имею ввиду у каждой модели свои директоры материалов то есть данном случае вы видите как я все прописываю вот то есть такую работу нужно провести и вам то есть прописать всем необходимую и Этим я сейчас и займусь. Также, я хочу сказать сразу, если вы, например, используете данные модели для того, чтобы создать карту, то есть эти модели не динамические, они статичные, прописывайте static probe. Данная команда создана для того, чтобы оптимизировать статичные модели под карту, то есть они не взаимодействуют с миром абсолютно никак, просто они существуют на карте и все, их нельзя удалить как-то, убрать их, передвинуть, да, то есть используйте это для статичных объектов. В данном случае, статичный объект у меня это лампа 2, лампа 1 и лампа, я не буду это прописывать, однако, вы сами имеете ввиду, для моделей персонажей такую команду вообще ни в коем случае нельзя прописывать, потому что персонажи сами, все это динамический объект, то есть это вообще сущности, это entity, то есть им такие команды абсолютно прописывать не надо, имейте ввиду, для моделей, конечно, я имею ввиду. Все, когда вы все закончили, поставили везде необходимую директорию, сохраняете, и что теперь, вы можете скомпилировать модель, верно, однако, материалов еще нету, что делать, все очень просто, открывайте программу beta.fi.edit, что это за программа, программа для работы с текстурами, в предыдущем видео я объяснял, как бы, то есть ее работу с картами, с картами, то есть там для ватфайлов, это не очень программа, однако, для моделей это даже более чем хорошо, так, директорию, то есть выбирайте свою директорию, и также дам совет сразу, всем, кто собирает этим заниматься и портировать, да, когда вы создаете папку здесь, называйте ее materials, чтобы у вас директория fmt файлов сразу настроилась, что такое fmt файл, то есть это специальный файл для движка store, который будет определять директорию вашего материала, то есть без этого fmt нельзя, просто нельзя, имейте это ввиду, так, в данном случае у меня это все bmp, все, теперь ждем, когда это все закончится, все, процесс завершился, теперь мы можем все это закрыть, это больше нам не нужно, хотя, да, я вам сразу скажу, что мы с материалами, мы еще не закончили, то есть необходимо будет опять открыть на tpad++ и кое-что сделать, в данном случае откройте папку, где вы сохранили текстуры, и все, вы видите, директория правильная, base texture models, все идеально, однако, для моделей lightmap и тгэнерок совершенно не подходят, то есть что нужно делать, если вы оставите такой же тип шейдеров, материалом, у вас не будет отображаться модель, то есть она будет невидимая, и так быть вообще не должно, то есть что делать, опять же, открывайте notapad++, для быстроты просто выбирайте директорию, где эти файлы, выделяйте lightmap от гендерок, и просто пишите vertex, vertex или гендерок, то есть что это такое, это специальный шейдер, созданный для обработки моделей, lightmap от гендерок это, это шейдер для уровней, то есть, например, текстура стены, да, для карты там, и так далее, то есть не динамичная какая-то, да, то есть не для модели, в общем, все, заменить все, теперь все работает, по сути наши модели готовы, однако, забыли одну вещь, да, компилировать то, что у нас получилось, в данном случае, то есть открываем ту директору, где у вас находятся все эти модели, в данном случае у меня новая папка 11 models, все, компилируем, выбирайте игру, которую вам надо, в моем случае это Carysmod, и так же, можете иметь ввиду, модели должно получиться 16, посмотрим, сколько у нас получилось, модели получилось 15, какая-то модель не скомпилировалась, то есть, о чем это говорит, о чем это, да, говорит, то, что у какой-то модели возникли проблемы, то есть, теперь нам придется анализировать, какая это может быть модель, забор, папир, лампа, все вроде на месте, так, а в чем же, в чем же тогда может быть проблема, да, смотрите по названию, папир 3, так же, если вы вдруг не находите, у вас очень много моделей, пишите в write lock to file, и в нем вы уже, вы ищите Ctrl F, и ищите соответственную ошибку, в моем случае папир 3, какая в нем может быть ошибка, предположительно, text render mode, папир, bmp mascot, что это за команда, да, она может присутствовать в некоторых ваших объектах, то есть, давайте откроем материалы, для того, чтобы наглядно посмотреть, что это может быть, предполагаю, что текстура это с альфа каналом, однако, он у меня отсутствует, тем не менее, я его не буду добавлять, однако, однако, как его добавить, то есть, как вырезать этот фон, который сзади, то есть, обычно, для этого используют программы графического дизайна, типа фотошоп, скачивайте VTF плагин, удаляйте и сохраняйте, то есть, вы должны добавить прозрачность, вот этому черному, да, то есть, выделить, например, цветовой диапазон, включить, выделить это все, и удалить, просто delete, то есть, в данном случае, gold source как работает, в нем нет такого, да, понятия, то есть, нет, нет работы нормально с материалами, то есть, там все прописывается в модель, в модель все встраивается, и материалы, и так далее, в данном случае, текст render mode, маскет, потому что бывает, что модель должна иметь альфа-канал, то есть, прозрачность, это, конечно, надо убрать, потому что команда более не поддерживается, в source движке, структура материалов была полностью переработана, это несовместимые движки, хотя, во многом, они похожи, ну, конечно, редакторы, иногда, там можно будет открыть похожие файлы, да, например, в старом хамере, в новом, да, там, рмф, но, опять же, это, такой, такие исключения есть, все, модель скомпилировалась, проблем никаких не возникло, 80 файлов, все, 16 моделей, модель готова, теперь, готовим наши материалы, в данном случае, материалы мои находятся здесь, на рабочем столе, все, все готово, теперь, для проверки модели, я буду открывать модуль вьювер от игры Garry's Mod, давайте начнем, копируем модель и директорию с игрой, куда нам надо, открываем BIN, и, соответственно, модуль вьювер LMP. Так, открываем директорию, забор 3, ну, смотрите, все получилось, статичная модель, я немного напутал, это статичная модель, это не, это не NPC, однако, если вы будете портировать NPC, таким образом, у вас будут референсы, то есть, различные секвенсы, то есть, анимации, вот, это статичная модель, предполагаю, что зомби, папир 3, да, вот, как вы видите, то есть, черное, в данном случае, это должно быть прозрачным, так как я, просто, решил не убирать, как бы, это все, это должен быть алипоканал, то есть, это все прозрачно, должно быть, папир 1, газета, давайте дальше, просто посмотрим, вот, лампа, вот, да, немного бывает, конечно, кривой здесь, кривой немного работает, но, в целом, вы, в суть, уловили, модели были переносены, причем, они работают, работают ничего, вот, как ключ, то есть, в целом, сам процесс портирования модели, он несложный, что он требует, он требует лишь определенных знаний и опыта, в данном случае, я разобрал, как портировать модели, проб и статичные объекты, в моем случае, все эти объекты, то есть, они не имеют коллизии, они динамичны, я не стал прописывать статик проб, однако, если вы хотите создать карту и использовать портирование модели, я рекомендую вам прописывать статик проб, для чего это нужно, для более лучшей оптимизации вашей карты, проб динамик, динамичные объекты, они всегда будут, как бы, жрать те ресурсы, грубо говоря, а статик проб нет, и также, статик проб отбрасывают тени, причем, это выглядит ничего, то есть, это хорошо выглядит, поэтому, я вам рекомендую использовать их, в целом, сам процесс интуитивно понятен, это несложно, однако, необходимо лишь уметь, то есть, знать, какие строки стоит удалять, в данном случае, CD текстур, клип ту текстур из, так же, текст рендер мод, бывают и прочие строки, которые стоит удалять, например, флакс, но флакс я рекомендую просто заменить на CD materials, чтобы, как бы, упростить себе работу, и сразу добавить новую строку всем файлам, но это под плюс-люс полезная программа, чтобы взаимодействовать с материалами, так же, можно, таким образом, перенести оружие, однако, как, например, перенести, мне, модель лома, модель, вообще, чего угодно, автомат, да, например, предполагаю, опять же, давайте я вам покажу на примере премистейка, возьму, VAPS, так, это я все удаляю, смотрите, процесс точно такой же, надо просто удалить все старые строки, да, заменить на CD materials, models, VAPS, однако, если вы хотите, чтобы вы могли еще взаимодействовать с этим оружием, вам необходимо выполнить новое, как бы, своеобразное такое условие, то есть, прописывать акты, как узнать, какой акт нужно прописать для IDOL 1, вы смотрите оружие, которое вам необходимо, и смотрите, какой акт оно использует, да, то есть, например, акт IDOL, да, акт IDOL 1, то есть, 1, это просто один из актов, да, то есть, это первый акт, да, то есть, может быть, акт 2, 1, да, то есть, в целом, это работает примерно так, или, например, акт RELO, да, то есть, в данном случае, например, я хочу сделать ремодель Glocka из Half-Life Source, то есть, Activity, Active Marry Load, RELOAD 1, да, RELOAD 0, RELOAD 1, вот, то есть, что это значит, значит, этот секвенс будет использоваться для пятизарядки, да, так можно назначить любой секвенс, то есть, даже IDOL, SHOOT, это будет выглядеть странно, но так можно сделать, где искать информацию об актах, вообще, я рекомендую использовать, как бы, декомпилированные исходники, да, то есть, декомпились, исходники, там, модели, да, модели оружия, которые вам интересно сделать, три модели, там, да, вот, то есть, смотреть по этому, или, если вы сделаете свой код, то, например, свои акты, вы вполне можете там составить и выбрать, какие акты будут, за что отвечать, узнать об актах вы больше можете на сайтах Valve Software, также, вы можете узнать о них из кода, то есть, скачать исходный код, например, того же Half-Life Source, узнать, какие акты, за что отвечать, то есть, изучить эту тему, это вполне реально, и информация об этих актах есть в интернете, то есть, я на будущее, так же, так работает и с моделями NPC, да, то есть, если у вас, например, есть зомби модель, у него тоже есть акты, например, например, давайте, Activity, Activity, это обязательно нужно водить, то есть, соответственно, активность, да, то есть, что именно выполняется, какое действие, и вот, ActVolk, ActVolk, или Run, ActRand, да, например, для зомби, то есть, это работает с NPC, с оружием, в данном случае, я разобрал некоторые виды портирования, вкратце, более подробно, вы можете увидеть в описании, однако, там, не совсем изучается, конкретно, тот вопрос, как портировать оружие, и персонажи, однако, это вполне несложно, и надеюсь, из моего рассказа, так называемого, вы поняли, как этот процесс, как бы, совершать. Спасибо за внимание.